Часть 16. Разговор с архитекторами Вселенной. Человек. Откуда на Земле взялись запреты, вошедшие в основу понятий нравственности? Архитекторы. Возьми любую глобальную задачу, которую невозможно быстро выполнить. Например, обучение профессии в ВУЗе. Вы вовлечены в этот процесс около 5 лет. Ваши личные ресурсы не позволяют вам обучиться этому объему знаний быстрее. Человек – небольшая часть своей души. Ей нужно наладить связи с максимальным количеством душ. Но эту глобальную задачу невозможно выполнить сразу. Поэтому она весь огромный объем процессов и задач делит между воплощениями. Каждое воплощение помогает ей укрепить связи с небольшим количеством душ. Укрепление связи не всегда получается с первого раза. Допустим, в одном воплощении две души встретились как партнеры. Но друг другу чем-то не понравились и разошлись. В другом воплощении они были в отношениях родителей-ребенок. И им удалось полюбить друг друга в таких ролях. Эти переборы различных вариантов, различных ролей в личных отношениях позволяют укреплять связи и постепенно выстраивать сеть. Связи между двумя душами устанавливаются, когда они через свои воплощения наконец полюбили друг друга. Одно воплощение не обладает большими ресурсами. И задачи человека по партнерству достаточно лаконичны. Но человек, разумеется, об этом не помнит. Зато он может подсознательно помнить о стратегической задаче души – налаживать связи. Отсюда и берется несдержанность и физическая близость с большим количеством партнеров. Но связь надо налаживать, чтобы она была крепкой и устойчивой. Соприкоснитесь с кем-то на секунду мизинцами. А потом крепко возьмите его за руку. Хорошая связь – это когда вы крепко держитесь за руки. В одном воплощении душа составляет свои планы по налаживанию связи, исходя из целесообразности траты собственных ресурсов. Ей физические утехи без эмоциональной близости не интересны. Душа в одном воплощении обычно распределяет силы на налаживание нескольких связей. И не все они партнерские. Это может быть любовь к родителям и детям, деловое партнерство, крепкая дружба. Связь с партнером налаживается поступательно путем развития отношений. Связь с родителями и детьми достигается в процессе зачатия и рождения. То есть она уже есть, но отношения требуют развития и достижения баланса. Связи партнерства и родители ребенок потенциально самые крепкие на третьем уровне, поскольку устанавливаются на уровне второй чакры. Крепкая дружба достигается уже на уровне четвертой и пятой чакры. На уровнях вы же развиваются духовные семьи. Количество участников одной семьи велико. Нахождение на третьем уровне не предполагает осваивание полного потенциала связи через дружбу. Можно сказать, что вы учитесь азам такого энергообмена. Но всю силу дружбы вы поймете уже на четвертом и пятом уровнях. Поскольку вы принимаете полосу частот третьего уровня, энергообмен лучше всего функционирует именно через вторую чакру. Человек. Здесь я задам логический уточняющий вопрос. Почему уровень третий, а чакра вторая? Архитекторы, вы осваивали работу через третью чакру. А прием частот и энергообмен идет по чакре, с которой вы уже полностью освоились. В противном случае, ваше восприятие мира было бы нестабильным. Вернемся к основному обсуждению. В вашей истории осталась информация о свободных нравах в некоторых древних цивилизациях. Им тогда пытались объяснить, что множество партнерских связей в рамках одного воплощения для души нецелесообразно. Люди не успевали укрепить связь и полюбить друг друга. У них не было на это ресурсов. Но пророки тех цивилизаций были такими же детьми, как и остальные, которые свободно резвились. Из всех объяснений наставников они сформулировали нечто в духе. Бог сказал нельзя. За такое он гневается и наказывает. Со временем часть людей ушла в другую крайность и появилась аскеза и воинственная нравственность. И это искажение информации принесло много страданий. Для душ в единстве и многообразии высшей формой духовного единения является слияние. Они объединяются в единое целое и благодаря приумножении личных ресурсов в эти моменты чувствуют наполненность и мощный прилив радости. Это торжественное событие, на которое собираются коллективами, духовными семьями, сообществами. Низкая степень сжатия позволяет слияние по всему объему индивидуального осознания. Назовем это объемным энергообменом. Когда появилась задача усилить разделение и повысить степень сжатия осознания, возник сложный вопрос. Слияние душ в состояниях сильного разделения стало невозможным. Все забеспокоились. А как же души, идущие на третий уровень, будут укреплять связи? Ведь слияние – это единственный инструмент. Функционал чакр от третьей и выше у людей сократился до необходимого минимума. То есть, перед генными инженерами стояла задача обеспечить фрагментам душ в оболочках возможность слияния при серьезных ограничениях. Инженеры предложили обеспечить весь необходимый энергообмен через вторую чакру. И это решение одобрили как компромиссное. Воспринимая Вселенную на частотах третьего уровня, воплощающиеся получали прирост осознания в узкой полосе восприятия. Чтобы лучше понять, о чем мы говорим, приведем в пример слепого человека. Из-за невозможности видеть, он развивает остальные сенсорные системы. Его восприятие через другие органы чувств может быть более интенсивным, чем у зрячих. Человека можно назвать мастером восприятия третьего уровня. Из-за этой узконаправленности приема частот Вселенной, осознание у него в данной полосе восприятия, очень интенсивное. После этих необходимых пояснений вернемся к слиянию. В процессе жизни цивилизации, развивавшихся с третьего уровня, мы наблюдали незапланированный эффект, связанный с новым типом слияния. Интенсивность ощущений от него возросла в разы. Это произошло по двум причинам. Первое. Ограничение области слияния через вторую чакру при том же объеме энергообмена. Второе. Высокая концентрация осознания третьего уровня. Это открытие во Вселенной уже давно не новость. Но к нему до сих пор относятся с большой осторожностью. Среди развитых существ более высоких уровней, которые воплощений на нижних уровнях не проходили, встречается и непонимание. Сомнения в новом типе энергообмена, который назвали параллельным, обусловлены и тем, что он подпортил всем планы по развитию ваших цивилизаций. Улыбаются. Пока мы ожидали от детей роста, они вдохновились своим открытием и стали развлекаться. Наставники не часто с вами о таком говорят. Они озадачены показателями роста, а желание человека развлекаться портит им и вам результаты. Многие не понимают выбора детей. Как не до конца понимают, почему они утратили благоговение перед ритуалом духовного единения и впали в болезненную привязанность. Но мы видим и другую проблему, поскольку с людьми подробно этого не обсудили, не внесли ясности. Каждый думает, что хочет. Баланса по этому вопросу в сознании людей нет. Одни веселятся, растрачивая сверх меры свои ресурсы, другие сильно себя ограничивают, тоже без особой пользы. А в балансе единицы. Те, кто сами догадались, что правда где-то посредине. Ты спрашивала раньше о целебате. Наставники, понимая, что такое слияние, обучали тому, как сделать его вновь доступным. Суть заключалась в самозамыкании энергообмена до тех пор, пока не открывались чакры от четвертой и выше. После этого в глубокой медитации человек мог практиковать слияние с духовными семьями. Это в восточной традиции называли достижением состояния блаженства. Такой путь был сложным, поскольку тело человека создавали под новый тип энергообмена. Самозамыкание практикуется во Вселенной отдельными сущностями, когда это реально необходимо. Но таких случаев немного. Для человека перейти в такое состояние крайне сложно. В результате многие практикующие целебат годами накапливали дисбаланс и отдавали во сне паразитическим сущностям то, что были не способны удержать. При этом человек, живущий в цивилизации, в семье, налаживал связи для души, точно так же способен осваивать обмен через чакры от третьей и выше. И так же может достичь этапов развития, когда слияние становится доступным. Надеемся, мы прояснили для вас этот момент достаточно подробно, чтобы вы, наконец, уравновесили свое мнение. Человек. И много этих непонимающих наставников. Это не очень помогает тем, кто здесь. Но не будь так строга, они тоже учатся. Кроме того, параллельный энергообмен многим из них недоступен. Он, возможно, только для оболочек, развивающихся с третьего уровня и выше. У многих наставников нет тел, и воплощений на третьем уровне у них не было. Они действительно не до конца понимают вас в силу отсутствия опыта. Человек. Есть ли разница между двумя типами энергообмена по степени духовности? Архитекторы. Мы не видим разницы, кроме интенсивности. Но мнение всех участников вашей части проекта нуждается в трансформации и нахождении баланса. Вызывает беспокойство, скорее, какой диссонанс в умах вызовет новый тип энергообмена. Именно в этом главная проблема. Что касается мнений тех, кто обеспечивает ваше развитие, Вселенная и сущности, обитающие в вечности, обладают определенной информацией. Это обеспечивает устойчивость сложных систем. На личностном уровне это проявляется как определенный консерватизм. Мы предполагаем, что мнения выравняются, а понимание расширится. На любые изменения нужно время. Человек. А мы сумеем позже вспомнить, что за духовное слияние было в изначальном виде? Архитекторы. Да. Кто идет на новые уровни, скоро смогут вспомнить. При этом вам будет доступно оба типа энергообмена. Энергообмена. Человек. Это компенсация за сложный опыт. Архитекторы. Скорее неожиданная ценная находка, которую вы оставили себе. В процессе общения с операторами и наставниками я выяснила интересные вещи, но не могу их понять. Их время не соответствует нашему, хотя какое-то время у них есть. В их цивилизациях оно течет быстрее. При этом невозможно сказать на сколько. Например, что наши 24 часа равны их 4 часам. Архитекторы. На Земле существует время нулевого часового пояса. Время по Гринвичу. А есть локальное время. Во Вселенной тоже есть свое время по Гринвичу. Это временные параметры глобального стратегического цикла. По вашему времени он длится миллиарды лет. Развитие Вселенной в целом – это результат просчета стратегического цикла. Количество циклов во Вселенной огромно. Их продолжительность и масштабность различны. Многие из них взаимосвязаны и зависят от данных, собранных в других циклах. Ваш цикл по меркам Вселенной небольшой, точечный. Но от тех данных, которые вы здесь собираете, зависит стратегический цикл. В глобальном цикле назревала проблема. Она уже была видна в прогнозах. Проблему нужно было проанализировать и решить. А потом интегрировать полученные результаты в глобальный цикл, чтобы он мог продолжаться. Нельзя остановить глобальный цикл в ожидании результатов решения проблемы. Процессы должны идти непрерывно. В точке, предшествующей возникновению проблемы, запустили дополнительный цикл. Тот, в котором вы сейчас находитесь. Какие задачи стоят перед точечным циклом? Он должен основательно проанализировать узкий спектр проблем. Точечному циклу задаются ограниченные параметры приобретения опыта. При этом собирается и анализируется огромный массив данных. Вплоть до мельчайших подробностей. Но анализировать надо быстро. Результаты уже нужны. От чего зависит скорость расчетов на ваших компьютерах. Человек от мощности. Если один компьютер не справляется, можно их объединить в кластер. Архитекторы. Ускорить точечный цикл можно с помощью выделения ему дополнительных вычислительных мощностей. Но для комфорта воплощающихся время внутри точечного цикла растягивают. То есть, те, кто воспринимает внутри пространства цикла, находятся в зоне замедленного времени. Но по отношению ко времени глобального цикла это краткий миг. Часть цивилизаций, участвующих в проекте, находится в точечных циклах. Другие в циклах полиомасштабных. У каждой из них свой объем задач, своя скорость просчета и свои сложности, которые могут потребовать дополнительных мощностей и ускорения. У каждого цикла есть время, которому он обязательно должен завершиться. Это как разведданные. Их крайне важно доставить вовремя. Скорость времени в циклах разных цивилизаций регулируется путем перераспределения вычислительных мощностей кластера, чтобы они успевали получить результаты в заданные сроки. Поэтому время в разных цивилизационных циклах течет по-разному. У вас действительно нет возможности приравнять ваши 24 часа к условным 4 часам сущностей из другой цивилизации. Эта пропорция постоянно меняется. При взаимодействии с землянами управляющие цивилизацией используют синхронизацию своего местного времени с вашим, ориентируясь на земные атомные часы. Человек, многие на земле чувствуют, что время ускорилось. Нам что, дали больше мощностей? Архитекторы, не всем, а тем, кто активно развивается. Им дали дополнительные мощности, поэтому им кажется, что день стал насыщенней. Человек, а как же они на повышенных скоростях не улетают в будущее? Архитекторы, их личное время синхронизируют со временем остальных землян. Те, кто идут на четвертый уровень и выше, начинают воспринимать уже время нового пространства. Оно не будет совпадать со временем, по которому вы живете сейчас. У ваших наставников на уровнях выше время действительно идет быстрее. Те, кто переходит, эту скорость уже ощущают. Человек, а что все-таки означает эта синхронизация, архитекторы? Для вас это означает, что ощущение одной минуты у тех, кто ускорился, и у тех, кто живет в прежнем времени, различно. Но нельзя сказать настолько различно. Эта разница постоянно заново высчитывается и выравнивается. При этом синхронизация позволяет ускоренным попадать во временные параметры земных атомных часов. Человек, я недавно аккуратно поинтересовалась у земной подруги. Чувствует ли она, что время ускорилось? Она ответила, что ничего не чувствует. Архитекторы, она продолжает находиться в зоне замедленного времени третьего уровня. Человек, так мы собрали ценные данные, которые помогут вселенной далее развиваться в рамках глобального цикла? Архитекторы, частично. Вы нашли рецепт, полезный для решения проблемы, но он не универсален и применим только к узкому количеству сущностей, которые мыслят в сходном с вами диапазоне. Человек. И что же мы исследовали, архитекторы? Мотивацию. Развитие построено на мотивации. Нет мотивации, нет стимула идти вперед. Система становится застойной и стремится к деградации. Человек. А как с этим связаны чувства и эмоции? Архитекторы. Самым прямым образом. Изобилие оттенков чувствования и было новой мотивации. Ведь при верном применении это давало существенный прирост личного осознания. Но лишь немногие поняли, как воспользоваться предоставленными инструментами, чтобы увлечься и полюбить свое чувствование. Большинство же продолжает относиться к этому чуть ли не как проклятию. Мы еще в начале пути исследования этого вида мотивации. В новых точечных циклах изменятся как многие души участники, так и параметры воспринимающих оболочек. Мы надеемся найти и другие ценные рецепты, чтобы решить проблему отсутствия у некоторых сущностей устремления, интереса и конструктивных желаний, ведущих к длительному росту. Я всегда думала, что интерес – вещь развиваемая, как и вкус. Архитекторы. Расширение интереса и развитие вкуса – единственный способ долго прожить в вечности. Нельзя же сидеть на зеленой лужайке, наслаждаясь солдышком миллиарды лет. Устремление – это найти как можно больше ценного в этой жизни. Полюбить это и углубиться в его изучение – чем больше вещей человек ценит, тем дольше он сумеет исследовать эти вещи. Мы уже говорили, что событийные ветки стремятся к конечности. Это происходит потому, что у сущности может пропасть устремление, исчезнуть мотив деятельности. Многие страшатся умирать и считают свою смертность чем-то плохим. Когда у человека мало интересов, мало ценностей для углубленного изучения, естественным способом души прочувствовать хоть что-то новое является смена оболочки. Сейчас у каждого есть возможность показать вселенной свой личный список ценного и интересного, чтобы работать с ним дальше. Человек может рассказать о своих стимулах, которые будут побуждать его жить дальше, развиваться и насыщать вселенную радостью от собственной деятельности. Вам часто наставники говорят, что благодарность – хорошее чувство. Выражая благодарность за те возможности, которые человек здесь получил, он становится лояльным участником этой системы развития. Благодарностью он дает согласие продолжать свой опыт здесь. Гармоничная личность, чувствующая благодарность за возможности – это большая ценность. В основном льется непрерывный поток жалоб, не содержащих конструктивных предложений. Поэтому благодарные – главные кандидаты на освоение продвинутой регенерации. А от критиков мы ждем мнений, как улучшить ситуацию. Если ваши идеи покажутся ценными, возможно, нам предложат поучаствовать в их реализации. Человек. Я читала, что эксперимент с безусловным доходом не привел людей к тому, что они обучились чему-то новому или нашли работу. По этому пункту был провал. Но при этом люди стали более счастливыми. Архитекторы, мы тебе скажем больше. Многие их хобби не обзавелись. Счастье – это было временным. В таком состоянии нельзя прожить долго. Это будет существование ради существования. А прогнозируемость по воплощению станет стопроцентная. Человек. Значит, у таких нет устремления, архитекторы, и на четвертый уровень душа их не подтянет. У них нет навыков, нужных свойств характера для того, чтобы эффективно жить дольше того, что они проживают сейчас. Человек. Значит, решение о переходе человека на уровни выше принимает душа. Не высшее я в консенсусе с наставниками и кураторами. Архитекторы. Верно. Душа. Человек. А что же тогда такое душа? Мы уже говорили, что душа – это определенный сжатый объем осознания. Но откуда тогда у этого объема осознания берется возможность принимать решение? Ведь для этого нужен какой-то аналитический аппарат. Архитекторы. Аналитическим аппаратом души выступает его высшее я или сторонние средства, подключенные к душе. Неинтеллектуальная оценка здесь самый важный параметр. Душа ощущает, что она через воплощение расширяется, наполняется жизнью, чувствует себя полнее. Она воспринимает оттенки и насыщенность опыта, как вы видите, глазами цвета и их интенсивность. Она чувствует вкус того осознания, которое человек вырабатывает, как вы чувствуете вкусы еды. И душа, лишенная всяких предубеждений и всякого аналитического аппарата, как раз и принимает самое беспристрастное решение из возможных. Она чувствует, что ей это нравится, что она наполняется чувствованием чего-то интересного, нового, приятного, волнующего. Ваша душа – это прямая связь с первотворцом. Душа молчалива, как и он. Но им не нужны слова, чтобы сообщить, что им нравится. И когда им не нравится, вот тогда проявляется его воля. Бывали во Вселенной драматические моменты, когда вследствие проявления его воли целые цивилизации гибли в один миг. Есть два равноценных вида приобретения душой опыта во Вселенной. Два варианта достижения, изменений и развития. Первый. Смена личности и оболочек, чтобы побыть кем-то новым. Второй. Углубление существующих интересов и поиск новых в рамках одной личности. Если личность демонстрирует высокую устойчивость и стабильную мотивацию к деятельности, она переходит на второй тип развития. Вначале – это продление жизни и продвинутая регенерация. Далее – непрерывная регенерация.